Для кого-то это встреча после трехлетних месяцев, кто-то не расставался, потому что хорошо отдохнуть можно и не уезжая из Анапы. Но в центре событий те, кто впервые переступит школьный порог. Максим Грибков, шахтер, на семейном совете решили, что сын Андрей пойдет в казачий класс. Потому что дисциплина все-таки, ну и хотелось, чтобы ходил в погонах ребенок, нравится, сам захотел, выбрал. Ну, мы не против. Любовь Владимировна принимает у родителей своих первых учеников. Стать педагогом захотелось, глядя на маму, которая преподает уже более 20 лет. Закончила Анапский филиал МПГУ с красным дипломом. До этого проходила практику. Было страшно, что запнешься, боишься вопросов, на которых не сможешь ответить. Потому что когда страшно, когда волнуешься, то вылетает все из головы. Сейчас у меня чувство радости, спокойствия и, конечно, желание работать с детишками. В школу номер 6 в этом году пришли 222 первоклассника. Всего же в новом учебном году здесь будут заниматься более 2000 юных анапчан. Каждый из нас в каждой семье помнит своих первых учителей, помнит свою школу и будет это помнить всегда. Этой осенью юбилейная дата 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Изучайте историю, историю России, историю города воинской славы нашего и помните ее. Хорошее настроение помогали создавать ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс». Солистка Софья Бейман, которая учится здесь же, первоклассники пообещали учиться на хорошо и отлично. И им вручили особый ключ к знаниям. Первый урок посвящен 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Все занятия проходят в обновленных классах. Директор школы Татьяна Боровая рассказывает об историческом улучшении. Здесь возведут новый корпус, в котором будут заниматься младшие классы со своими актовым залом, библиотекой и столовой. Безусловно, улучшит процесс, потому что мы сможем, в общем-то, выделять место для подготовки учащихся государственно-итоговой аттестации. Часть кабинетов среднего звена переместится к нам на второй этаж, где сейчас у нас находится начальная школа. То есть больше будет возможностей для проектной деятельности учащихся, факультативных занятий, большего количества кружков, секций и так далее. Строительство начнется уже в конце сентября. Сдать планируют к первому сентября будущего года. Также в обозримой перспективе в Анапе появятся две образовательных школы. На 1100 мест на улице Спортивной в Алексеевке и на 1550 мест в жилом микрорайоне Горгипия. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.